здравствуйте уважаемые знатоки и любители орхидей сегодня я хочу показать вам вот это вот растение текопус майнгаи я помещу название растения в титрах естественно и вы сможете сами прочитать и подумать о том как правильно оно произносится мне кажется что с этой темой справилась но могут быть я так понимаю корригирующие комментарии причина по которой я показываю это растение но ведь оно цветет я боюсь что я могу упустить что-то в его цветение здесь вот еще остался вот тут вот 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 он еще не раскрывшись вот он этот бутончик уже к сожалению видите засох включили батареи и я видимо в какой-то день его не долила текопус майнгаи растение которое обитает в юго-восточной азии и живет в территории от китая до малайзии это в общем то вся информация которая смогла почерпнуть об этом растении как оно толком цветет что оно должно быть как за ним ухаживать в общем то особенной информации нет единственное видео о цветении текопуса это видео от марины тележ с украины вот и она там показывает свою орхидею которая называется также у нее вот помещена на блок у нее шикарная там совершенно ветка спускается вот но бульбу орхидеи совершенно другие и в комментариях ей указывают что вот а у меня растение с другими бульбами у нее там бульбы такие морщинистые а у меня ведь вот такие вот очаровательные круглые такие налитые вот но у нас на растение называется одинаково у меня это растение с конца апреля получила вот от девочек с архидеума и когда получила я это был они приезжали в санкт-петербург где живу вот и привезли мне все что я за зиму у них купила вот такая внушительная была посылочка и текопус был самым первым растением которые я открыла и открыла и в общем ужаснулась потому что все листья были в черных каплях то есть черных точках вот но я его тут же потащила в ванну его отмыла под струей воды вот и это таким образом агутация в общем-то почернел дать посмотрю на него вот это странная красавчика ну девочки написали что это естественная для растения в общем-то вещь но на самом деле агутация конечно да он очень любит пить и очень любит выделять капельки на своих листьях но ничего у меня пока не почернел ну давай покажем листья людям вот у нас вот такие вот листья очень даже ничегошные вот и попав ко мне в общем-то это было благоприятное время он сразу принялся цвести и у не цвести расти вот можно посмотреть на него да вот бульбочки у него такие вот разные 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 в апреле месяце он пожил соответственно в дом дома а в мае он уехал в конце мая уехал на дачу и там на даче так давай не будем наш цветонос никуда девать вот в мае он жил на стеллаже на верхней полочке вот видно вот это вот бульба она выросла где-то где свет падал сверху да а вот эти вот все бульбочки наклонные это мои бульбочки а вот и выросли они тогда когда он стоял на стеллаже на верхней полке свет у него падал не сверху основном а спереди да и он к нему тянулся вот это тоже бульбочки не мои и стоял вот этим боком к стеллажу ведь сколько с этой стороны бульбочек а с той стороны такая лысина ничего там не выросло я поливала его с этой стороны там ростик захотел образоваться но как-то он не развился а вот даже может быть и сейчас видно как капелька там висит вот на цветоносики по блеске вот не знаю видно не видно вот цветочки очаровательные нельзя сказать что они как-то ужасно выразительные вот что они там покоряют и так далее но не такие нежные такие трогательные вот и вот этот вот цветоносик он как раз появился с той самой сухой стороны который я меньше поливала вот и я его заметила в самые последние дни перед переездом в город то есть от самые последние дни августа как раз там готовилась к переезду смотрю а него с этой вот неполитой стороны появилась как будто бы такая знаете ручка вверх поднятая или как не знаю подсвечник такой с пятью маленькими свечками вот я даже боялась поверить в то что это действительно цветонос но самое ближайшее время на меня убедил что да да я буду цвести и цветочков у меня будет много вот что-то мы утратили но в общем то есть чем полюбоваться и вот смотрите приблизительно 27 августа вот сегодня у нас 20 какой а 30 октября вот вот у нас вот развился такой полностью цветонос открываться он начал приблизительно 10 октября то есть полтора месяца и цветонос созрел вот растение любит пить я его регулярно поливаю вот сейчас вот сырой мох у него с той стороны более сухой потому что может быть сейчас сейчас стоит вот так вот я его поливаю вот с этой вот стороны да здесь более влажный мох сейчас вот солнышку относятся ведь относительно требовательно летом на даче он получала утреннее солнце ну вот сейчас вот она стоит здесь среди других растений я утеплила подоконник вечером получает освещение от ламп сейчас включена обычная лампа так здесь и розовые и разные удобряю как всех соответственно это и органические удобрения не даст к цветочки покажу вот это и органические удобрения и удобрения там для орхидеи содержащие минералы по принципу 20 20 20 и вот такое вот видите оказалось у меня отзывчивое растение если у кого-то есть примеры цветения ты копусов еще жду ваши комментарии вот и надеюсь что вы еще как-нибудь заглянете на мой канал огромное спасибо за внимание вот очень рада вам показать своего красавчика